привет всем друзья давно у нас не выходило новых роликов а все почему а все потому что случились жизни некоторые обстоятельства мне и пришлось мне немножко как-то переустраиваться в общем так скажем и сейчас выпуск опять не будет посвящен автомобилям сейчас я вам немножко покажу как я живу в данный момент в общем ролик будет называться видимо как раз жизнь в частном доме и что-то в этом духе в общем сложно конечно назвать это частным домом выглядит это у нас в общем вот так такой очень простенький двойник заколоченными окнами потому что через них там все сквозит но это дальше в общем я сейчас немножко поговорю об этом а здесь вот строится новый дом ну вот на сегодняшний момент пока процесс стройки завершён дальше продолжится уже следующем году то есть окна двери и внутрянка наружка все пойдемте внутрь так заходим значит внутри у нас этого вот веранда или ее можно назвать прихожей было тут все несколько конечно иначе сделано я потихоньку начинают прибираться тут вот стоят мышеловочки одна где-то бегает мышь маленькая совсем но бегает в общем пока не удается ее поймать и мышеловки сделал самодельные там у нас вход на второй этаж пока лестница такая дальше в планах сделать из нее ну вернее не и вместо нее деревянную нормальную лестницу здесь у нас санузел вот совсем недавно я буквально закончил с разведением стенки с этой стороны и обшил обшил просто ламинатом но как бы вот так это все выглядит давайте посмотрим что внутри у нас здесь еще конечно тоже бардак здесь стоит биотуалет шкафчик ну и в общем все остальное все бардак пока инструменты то есть тут надо с этой стороны еще также все утеплить зашить гипсокартоном потом зашить наверное также ламинатом или может чем-то еще в общем в доме нет никакого центрального отопления ну не котла там не ничего такого в этом духе отапливается он обычной дровяной пищу нет соответственно канализации поэтому поставлен биотуалет и ну не подведена вода и скважина есть скважина находится там ближе к новому дому сюда пока вода не подведена давайте идем внутрь самого дома так заходим тут у нас такая вот красота бани то скажи всем привет привет скажи да привет всем это вот мой компаньон моя подруга живет тут вместе с нами со мной да вот здоровая всеми да вот молодец так тут у нас что тут у нас что-то вроде второй прихожий я не знаю ну в общем здесь оставляем обувь здесь есть одежда у нас тут пока временно сложены вещи всякие надо шкаф какой-то организовать или кому так ну вот общий вид недавно поставили пластиковые окна сделал вот этот деревянный подоконник настоящий натуральный вот такая красота тут рабочий стол ноутбук и дела спальное место печка сама дровяная дровишки вот готовятся но это в общем так скажем те которые сушатся постоянно а вот тут за домом сделан небольшой навес и там основные дрова лежатся так дальше здесь у нас и по кухня вот минус единственный не знаю заметили вы или нет когда мы заходили туалет так как там холодное пока что место и на улице уже осень там что-то типа холодильника одновременно сделано потому что засада в том что на кухне как видно холодильника пока нет есть у нас тут микроволновка есть чайник есть термопод удобная очень тема в курсе постоянно горячая вода плита на две комфорки и вот бутылка под воду и надо вот сюда вот холодильник поставить чтобы уже не мучиться как говорится тем более сейчас начнет холодать соответственно сейчас начнет холодать соответственно продукты до держать там совсем не получилось да что ты там играешь и играешь ну что да что вот у хороших собак так ну и что еще здесь соорудил я такой ящик знакомые подарили такой вот рукомойник он нас подогревом включаем вода нагревается очень быстро и все это дело можно мыть посуду мыть руки ну немножко бардак не смотрите я не успел чуть-чуть прибраться в общем ящик был сколочен для чего для того чтобы вода спокойно уходила наружу то есть по крайней мере чтоб идет постоянно не выливать и за этим не следить и она у нас выходит вот сюда наружу вот выведена труба ну и там небольшой дренаж сделан так как так как застоя воды нет она постоянно проточная то получается ну в общем хватит ей место чтобы текать уйти так ну это в общем то что касается первого этажа сейчас идем на второй покажу что там итак вот мы на втором этаже и тут небольшая мастерская я начал процесс на оборудование всего этого дела потому что весь этаж был просто тоже завален различным самым сделала такой верстачок пока основные инструменты которые чаще всего требуются то есть это у нас сверлильный станок пила там точильный станок здесь у нас стол стол для сборки сейчас на данный момент на нем лежит скутер рама вилка колеса остальные части пока в ящичках там убраны буду собирать сегодня его если получится ставлю такой ускоренный на перемотке так скажем ролик как как этот агрегат собирается тут же соответственно собираем нарты ну в общем вот так вот все по простому пока пойдем обратно вниз ну в общем вот такая друзья жизнь начинается или продолжается что можно сказать о том как это жить доме тем более таком когда когда удобство которым вы привыкли исключены то есть нет воды не горячей и холодные как как говорится нет канализации нет отопления некоторые сложности конечно это вызывает люди наверное которые живут в частных домах поймут меня даже обустроенный частный дом в котором все сети подведены все равно требует постоянного внимания это далеко не квартира а такой частный дом требует вдвойне повышенного внимания если не больше потому что соответственно нужны постоянно дрова нужно следить за тем чтобы печь была натоплена чтобы доме было тепло как температура поддерживать это сейчас осенью как бы более или менее нормально тепло дом держит сам по себе можно особо там не думать об этом но чем дальше тем сложнее соответственно зима холода на урале не слабые и по 30 минут бывает как это будет я пока не знаю будем смотреть будем жить по возможности буду снимать ролики как все это дело происходит об устройстве потому что что то я ну вот не снимал момент когда я сюда заехал в каком это было состоянии и в каком состоянии это сейчас вот постараюсь дальше небольшие хотя бы может быть какие-то моменты снимать когда это все происходит как как происходит обустройство всего как для себя я создаю некий комфорт чтобы было максимально здесь удобно жить и работать а да кстати если кто-то имеет вдруг холодильник который не нужен буду признателен я его конечно в любом случае если никто не откликнется куплю но если кто-то откликнется это будет плюс и вам и мне спасибо что смотрели это видео всем вам удачи и пока что и и и Продолжение следует...